В 75-й школе встретили китайский Новый год. Праздник в самом разгаре. Его отмечают в целых 15 дней. Для жителей Поднебесной это главный день в году. Готовиться к нему начинают задолго до события. А само торжество празднуют дома за круглым столом, который называется стол воссоединения. Тунхумен из города Чанчун сейчас учится в Рязани и отметить Новый год в семье не сможет. Хотя для него это семейный праздник. Мы делаем пельмени и покушаем суп и несколько салатов. Это самое главное. Мы вместе с моими родителями. Для китайцев приготовление пельменей имеет глубокий смысл. Семья может не просто вкусно поужинать, но и пообщаться в процессе. Всей семьей лепят пельмени. Что тоже, наверное, с одной стороны удивительно, а с другой стороны так близко нам. И чаще всего в несколько штучек заворачивают монетки. И те счастливые, которые эти монетки находят, в течение года действительно должны получать избыток удачи и счастья. В этом году Тунхумен отметил и русский Новый год. Говорит, русские друзья угощали его салатами. Молодой человек признается, наш город ему нравится и совсем не расстраивается, что будет встречать свой национальный праздник вдали от дома. Рязань – это очень хороший город. И люди очень хорошие. Они помогали мне очень многие. И я очень счастлив, что учился здесь. Главный цвет китайского Нового года – красный. Традиционно считается, что именно этот цвет приносит счастье и удачу. Отпугивает злых духов. А главный подарок – это красные конверты Хунбао, внутри которых лежат деньги. Жители Поднебесной уверены, благосостояние – это важнейшая вещь, поэтому и подарок соответствующий. Рецен с Новым годом! Сирене Пайло!